14 сентября в единый день голосования, наряду с привычными участками, голосование идет и в закрытых участках. Их в городе всего 16. Это, например, роддомы и больницы. В одном из таких побывала и Юлия Савинцева. В родильном доме номер один голосование открыто с 8 утра, как и на всех избирательных участках в городе. Но голосуют здесь только женщины, молодые мамы. Идут охотно, ведь, как говорят сами, выбирают будущее для своих детей. Так и Наталья Михайлова. Принимать участие в голосовании старается всегда, а особенно сейчас, когда ждет второго ребенка. Охота, чтобы лучше жили мы и наши дети. И медицину, чтобы нашего поддерживали обязательно. Самое главное, чтобы, кажется, хорошо у нас все было. Закрытые участки голосования работают в особом режиме. За три дня до начала с избирателей собирают заявление о желании стать участником. Как говорят работники роддома, раньше процедура была другой. Сами ходили по палатам и опрашивали голосующих. Сейчас у нас, конечно, удобнее. Прямо вот здесь избирательный участок, кабину нам, выделили стационарный ящик. Все у нас в одном месте. Женщины приходят, голосуют. Закрытые участки голосования – это родильные дома, больницы и другие учреждения. Явка здесь практически всегда стопроцентная. Например, в роддоме номер один в первые часы голосования свой голос отдали все 52 роженицы, пациентки учреждения. Всего же принять участие в выборах на закрытых участках заявились более тысячи человек.